У саратовских детей новый защитник. На заседании областной думы депутаты согласовали кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка. Пять лет эту должность занимала Юлия Ерофеева, но теперь ее сменил новый омбудсмен. О чем еще говорили народные избранники в материале Елены Петровой. Она впервые предстает перед таким количеством людей, но выступать на публике давно привыкла. Татьяна Загородняя в девичестве Онищенко претендует на пост детского омбудсмена. Опыт за плечами немалый. Татьяна известна за пределами области своим проектом «Где ты, мама?». За время выхода программы новых родителей нашли более 500 детей. Депутаты единогласны. Ее кандидатура подходит по всем критериям. Мои проекты и работа в общественных организациях, развитие волонтерского движения вокруг общественных проектов помощи семьи детям, встреча с представителями самых разных общественных слоев, решение проблем детей помогли мне приобрести определенный собственный опыт, в том числе и в правоохранительной деятельности. После приятной миссии переходит к насущным вопросам. На повестке дня вновь бюджет Саратовской области. В регион, в который раз пришла финансовая поддержка из федерального центра. Если первоначально было заложено 13,2 миллиарда рублей помощь федерального центра, то погода оказалась на 7 миллиардов выше, то есть более 20 миллиардов рублей. В этот раз в бюджете прибавилось 1,5 миллиарда рублей. Большая их часть пойдет на реконструкцию дорог и завершение работ по строительству моста в Балаково. Основная сумма средств на дорожное хозяйство свыше миллиарда, 1,1 миллиарда. Основная сумма из этих средств на завершение работ по объекту в Балаково. Мы о нем уже не один год говорим и достаточно большое напряжение по этому объекту. Депутаты перекраивают антиалкогольное законодательство. Новый законопроект будет регулировать даты, в которые запрещена продажа спиртосодержащей продукции. Если раньше дни были четко закреплены, то теперь даты станут плавающими. Была проблема коллизии, когда последний звонок не совпадал с 25-м числом. И мы подредактировали тот вариант, что на сегодняшний момент последний звонок будет определять дату проведения губернатора не позднее 10 апреля года. Под действием нового законопроекта также попадают рестораны, бары и кафе. В них теперь запрещено торговать алкоголем на вынос в дни, когда ограничена продажа спиртного.